Кирилл с утра собирался на охоту. Погода была самая подходящая. Слегка подмораживала по утрам, но снега еще не было. Жене явно не нравилось, что его опять целый день не будет дома. В семье подрастал мальчонка, и Кирилл собирался тоже потихоньку брать его с собой в лес. Жена была категорически против. То тебе одного дома не бывает, а так обоих целыми днями не дождешься. И что мне одной в избе делать? Я для этого, что ли, замуж выходила? Ругалась она. Вот и сегодня взять с собой сына в лес не разрешила, а Кирилл не стал настаивать. Давай собаку заведем, давно уже хочу взять лайку. Буду с ней на охоту ходить, отвечал Кирилл. На какой лешей она нужна? Вот корова молоко дает, курица яйцо несет, а от твоей собаки что проку, бесполезная животина. Как в деревне без собаки? Что же ты такая злая? Чем тебе собака не угодила? Да неужто она нас объест? Кот твой вон здоровенный какой, не меньше собаки съесть может. Ну и ладно, пойду с соседом Витьком, сказал жене Кирилл. Тот холостой и всегда готов в лесу с чишком побродить, дичи немного пострелять, да и зайца погонять. Может и повезет сегодня. Ну а не повезет, пройтись по осеннему лесу все равно приятно. Глотнуть воздуха свободы. Слишком баба у Кирилла своенравная была, не по его характеру. Не ладилась у него жизнь семейная. Может поэтому он и стремился уйти на целый день в лес, подальше от руганий и скандалов. Хорошо тебе, Витек. Завидовал он другу. Живешь с матерью в мире и согласии. Эх, и зачем я только женился? Сокрушался он. Я ведь на охоту-то больше не от азарта хожу, а чтобы только дома под одной крышей с этой пилой не сидеть. Так шли они по грунтовке, которая уходила в лес, рассуждали о превратностях судьбы и семейном счастье. Любил Кирилл такие походы. Они уже зашли по дороге в лес и решили пойти сегодня на болото уток пострелять. Поохотившись пару часов и настреляв немного дичи, решили сделать привал, отдохнуть и двигаться в обратную дорогу. Неплохо сегодня поохотились, сказал Витек. Мать будет довольна. А моя никогда не довольна, пробурчал Кирилл. Сколько не принеси. Все равно все не так и все не то. Ну что за женщина? Они свернули с основной тропы на просеку и двинулись вперед. Лес в этих местах хороший был, чистый, без буреломов. Идти одно удовольствие. Вдруг Витек остановился и прислушался. Ты слышишь? Спросил он Кирилла. Да вроде ничего не слышу, отвечал тот. Они снова двинулись вперед в сторону дома. Пройдя несколько метров, звук повторился отчетливее. Только это был не просто звук, это был тихий, отчаянный стон. Охотники поспешили туда, откуда доносились лесные звуки. Я и не знал, что здесь недалеко волчье логово, удивился Виктор. Вот так встреча, врагу не пожелаешь. Волчица лежала на боку. Трое щенков пушистых серых комочков пристроились под брюхом у матери и сосали молоко, громко урча и расталкивая лапами друг друга. Ржавый капкан крепко впился в переднюю лапу волчицы и был привязан к дереву. Скуля от боли, она старалась не шевелиться, так ее малыши могли хоть как-то поесть. Каждое движение приносило хищнице дикую боль, но она терпела ради своего потомства. «Это какая же сволочь поставила капкан прямо недалеко от логова?» возмущался Виктор. «Это же каким гадом надо быть?» Но Кирилла сейчас этот вопрос меньше всего интересовал. У большого взрослого мужчины с большим сердцем на глазах стояли слезы от увиденной картины. Нужно было немедленно что-то делать, но что и как, он не знал. Волки в их местах не были редкостью, но в открытый конфликт с человеком не вступали, на домашний скот не нападали, а охотники старались не трогать серых хищников, понимая, что лес большой и добычи на всех хватит. Подойти близко к волчице было невозможно. Измученная от боли и совсем обессилевшая, она все равно яростно скалила зубы и угрожающе рычала на охотников. Она пыталась защищаться сама и защищала свое потомство. «Надо попытаться ее чем-то отвлечь», сказал Кирилл другу, «и лучше, если я буду с ней один на один». Он попросил друга скрыться с глаз серой хищницы и ощипать утку, надо попробовать ее накормить. «Похоже, она в таком положении уже несколько дней и сил у нее остается все меньше и меньше. Возможно, это может нам помочь освободить ее из капкана», так рассуждал Кирилл. Когда Виктор скрылся за ближайшим холмом, волчица немного успокоилась, но продолжала скалиться и скулить от боли. Кирилл начал потихоньку приближаться к ней. Он сел ровно на том расстоянии от раненого зверя, на которое она разрешала ему приблизиться. «Как же так, милая? Как же это могло случиться с тобой? Разве можно так неосторожно? У тебя ведь дети малые». Кирилл говорил негромко, сердце его обливалось кровью от вида мучающегося животного. Время от времени ее глаза закрывались, капкан был намертво привязан к дереву и волчица даже не пыталась вырваться из него. Похоже, что она понимала всю безысходность своего положения. Ее малыши вскоре насытились и, как любые малые дети, устроили игры вокруг матери. Они бегали по ней и резвились, нападая друг на друга и мать, иногда задевая ее больную лапу. От таких прикосновений она громко вскрикивала и рычала на расшалившихся волчат. Время от времени они поглядывали на охотника, но рядом с матерью чувствовали себя в полной безопасности. Один самый крупный и сильный даже осторожно подбежал к Кириллу и стал обнюхивать его сапоги. «Эх, мне бы такого друга вместо собаки, цены бы ему не было». «Только жена никогда в жизни не позволит», – подумал Кирилл, смотря вслед убежавшему волчонку. Тем временем Кирилл потихоньку приближался, продолжая негромко разговаривать с волчицей. Витек почти бесшумно притащил кое-как наспех ощипанную утку и поспешил скрыться в своем убежище, откуда он с изумлением и страхом наблюдал за происходящим. Почуяв запах сырого мяса, волчица попыталась встать, но тут же повалилась от боли на землю, издав глубокий стон, почти переходящий в плач. Кирилл острым охотничьим ножом стал разделывать утиную тушку на крупные куски и кидать их голодному зверю. Она набрасывалась на каждый кусок, быстро проглатывая его целиком. Малышам-волчатам тоже досталось большое бедрышко дикой птицы, чтобы они не досаждали матери и не травмировали ее своей неуклюжей возней. Они накинулись на утку с громким рычанием и стали тащить зубами в разные стороны, отрывая большие куски и с удовольствием проглатывали, урчая и толкаясь. Волчица смотрела с благодарностью на охотника своими янтарно-желтыми глазами. Она уже почти не скалила свои смертоносные зубы, а только тихо стонала. Взгляды человека и волка встретились, и Кирилл понял, что именно сейчас тот самый момент, когда он сможет открыть зубья капкана и освободить волчицу. Он стал тихо приближаться к ней, она лежала, не двигаясь, наблюдая за движениями мужчины, а у Кирилла по спине бежал леденящий холод. Но пути назад все равно не было, погубить целую семью волков он не мог. Его умелые руки коснулись капкана, охотничий нож плавно скользнул внутрь и разжал зубья. Волчица оказалась на свободе. Но она не убежала сразу, а села поодаль от охотника и стала зализывать рану. А Кирилл продолжал с ней разговаривать. Волчица внимательно слушала его, и казалось, что она все понимала, каждое его слово. А малышня резво носилась вокруг матери, продолжая свои шалости и игры. Наконец-то она встала и в последний раз взглядом полным благодарности посмотрела охотнику прямо в глаза. Потом она подняла голову к небу и громко завыла. Это была прощальная песня дикого зверя. Так она навсегда прощалась со своим спасителем. Потом, постояв немного, волчица увела свою стаю в лес, прихрамывая на переднюю лапу. Больше они с Кириллом никогда не встречались в лесу, потому что после этого случая он совершенно перестал охотиться. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok